Ничего себе, у меня челка отросла. На самом деле я специально не отращиваю волосы, просто мой парикмахер находится в Москве, так у нас сложилось исторически, другим я пока не доверяю, и поэтому у меня растут волосы. Вот таким образом. Ну, в общем, всем привет, ну вы поняли, я сейчас досушиваю волосы, потом заканчиваю стирку, мне тут осталось 8 минут, ну, конечно, на момент записи видео я приостановила машинку, чтобы она нам тут не тарахтела, и после того, видимо, пойду на прогулку. Хотя работа до черта, и надо все как-то успевать, но тем не менее на улицу тоже надо выходить. И вполне возможно, там уже в темноте я чего-нибудь позаписываю. Много накопилось тем, на которые хотелось бы поболтать, и по поводу фильмов, и событий, и вообще на общие какие-то темы. Я так поняла, что вот то, что касается гостей, по ходу в гости, это довольно актуальный вопрос, и там некоторые комментарии, которые я получала, и истории, которые я читала в других ресурсах, они меня... Да что там читала, я просто наблюдала в жизни, и недавно в том числе. Они меня очень разволновали, потому что тема очень актуальная, и я думаю, на этот счет тоже стоит поговорить. Также мне хотелось бы продолжить обсуждение фильма «Жестокий романс», потому что не все я тогда сказала, что хотела, но говорить в одно лицо несколько часов подряд не совсем хорошая затея. Хотя, вы знаете, вчера я попала на трансляцию блогера Алены, и не точно знаю, какое ее настоящее имя, имя, ник, я могу путаться, потому что я с этим блогером знакома не очень близко. Она живет в Париже, она музыкант, и у нее довольно специфический канал, я на него подписана, но видео смотрю не каждый раз. И вот вчера я включила трансляцию, потому что было очень интересно, удобно, я работала и параллельно слушала, время-время задавала вопросы. Мне очень нравится ее манера речи, приятный голос, спокойная интонация, и даже когда она встречается с вопросами, которые так или иначе провокативны, она ведет себя спокойно и достойно, то есть там не обнаруживается какого-то всплеска лишних эмоций, или каких-то высказываний, которые могут быть для определенной группы людей обидными. Это очень хорошее, редкое и замечательное качество, которое я очень ценю в людях, оно, к сожалению, не очень часто встречается, но, по счастью, не так уж и редко. И вот ее трансляция вчера продолжалась около пяти часов. Вот такой удивительный марафон вчера случился. Мне кажется, это видео было довольно интересным, хотя вот не знаю, вот как насчет длительности, то есть для кого-то это в самый раз, кто, допустим, как она сама сказала, сидит, вяжет, занимается своими делами, не знаю, спит, релаксирует, отдыхает, чем-то еще занимается. Ну, я как раз отношусь к тому, к той категории слушателей, вот даже, видите говоря, слушателей, зрителей Ютуба, которые видео скорее слушают, нежели чем смотрят. Причем, знаете, я очень часто видео смотрю повторно, много раз, потому что действительно чем-то занимаюсь, и поэтому какие-то куски усказают моего внимания, и поэтому при повторном просмотре или прослушивании я это все наверстываю. Ну и потом, те блогеры, которых я действительно люблю, я их могу слушать много, и мне они не надоедают, и поскольку сейчас вот уже стало нормальным выкладывать видео каждый день, и это хорошо, потому что я еще помню разговоры о том, что видео не должны появляться, там чаще, чем раз в две недели, там, или раз в неделю, потому что, как бы ни было много того, чем бы вам хотелось поделиться, но и надо утомлять свою публику, но все постепенно приходит к тому, что все-таки видео выходят ежедневно, и, может быть, даже со временем это будет еще чаще. Я не знаю уж, как далеко зайдет прогресс, будет ли у нас онлайн транслироваться жизнь блогеров и так далее, но если есть для этого потребность со стороны зрителей, то почему бы ее не удовлетворять, потому что кто не хочет смотреть, кажется, и может не смотреть. А мне, в общем, это как бы классно, и получается так, что иногда я на повторе смотрю много раз одно и то же видео, до тех пор, пока оно мне не надоест, или пока блогер не выложит новое видео. Вот такие дела. Таких блогеров, которых я вот так могу повторно смотреть, их не так много, но не так мало, но где-то, ну, на скидку где-то 5. То есть плюс-минус там как-то что-то, то есть есть такие, у которых я смотрю каждое видео, есть, когда от случая к случаю, ну, в общем, по-разному бывают. Тоже я люблю оставлять комментарии, люблю переписываться, потому что это удивительная возможность пообщаться с людьми, которых очень много, во-первых. И это очень много точек зрения, и взглядов, и это люди, с которыми ты никогда бы не встретился в реальности, во-первых, потому что их очень много, столько нет контактов в обычной реальной жизни, у обычного человека. Во-вторых, они могут быть откуда угодно, они могут находиться где угодно, в любой стране, и это уникальная, удивительная возможность, такая современная, обмениваться опытом и чужими глазами, посредством видеозаписи, трансляций, смотреть на другие страны. И, конечно, это потрясающий инструмент общения, обмена информацией, когда можно действительно видеть то, что происходит где-то, где нас нет, и общаться с людьми, которые от нас находятся очень далеко. Знакомства завязываются такие, которые, опять же, в силу разных причин не могли бы стояться в реальной жизни, прежде всего из-за удаленности, из-за разных сфер, не то чтобы интересов, может быть, профессиональной занятости или как бы там вот еще. К тому же, очень многие блогеры, они сидят дома, то есть они либо работают на дому, либо это мама в декрете, либо еще что-нибудь, либо это женщина, которая вышла замуж, уехала за границу, то есть таких блогеров тоже очень много, и у них много свободного времени, у них есть желание общаться на русском языке, у них есть что рассказать и показать, и есть для этого возможность. И все это очень классно, потому что, как я уже говорила, это потрясающая возможность для обмена информацией, общения, для того, чтобы видеть своими глазами через объектив камеры блогеров те места, где, ну, просто невозможно побывать в таком количестве мест. И, в общем, все это здорово и классно. Да, я внезапно забыла, я просто не помню, закончила ли я мысль, потому что бывает так, что я что-то начинаю говорить, потом меня уносят, и я не всегда возвращаюсь к первоначальному тезису. Так вот, истории по поводу гостей очень впечатлили людей, и меня в том числе, те, которые можно увидеть, прочитать, наблюдать в жизни, участникам которых мы являемся. То есть на эту тему тоже хотелось бы поговорить, обсудить кое-какие фильмы. Кстати, вы знаете, Адель, она недавно рекомендовала к просмотру фильм, который называется «Плачка за новое». Мы действительно начали его смотреть, но не досмотрели до конца, потому что, ну, не настолько он захватывает динамичным сюжетом, чтобы не заснуть. И поскольку просмотр состоялся в позднее время, это, в общем, так и случилось, поэтому не досмотрела. В принципе, там вроде как понятно, к чему всё идёт, и потом Адель тоже рассказывала немножко из сюжета. Там группа советских женщин попала в Венецию, то ли по путёвке туристической, то ли как-то, и там разворачиваются какие-то события, но они разворачиваются как-то очень медленно. Давайте, может быть, вы тоже посмотрите этот фильм, и потом как-нибудь его обсудим, обменяемся впечатлениями. Вот я планирую его досмотреть, ну, наверное, на той неделе, то есть уже после выходных. Может быть, сегодня есть как сложатся обстоятельства, но не факт. Лучше, если честно, пойду погуляю, кино никуда не убежит. И там вот уже на свободе, на свежем воздухе, может быть, запишу какие-то мысли на ходу. У нас весна. Хотя что это за весна для южан, для людей, которые привыкли куда как к более высоким температурам, но я вас уверяю, что для жителей средней части России, европейской части России, это вот прямо весна. Для суровых сибиряков, может быть, даже уже и ближе к лету, потому что уже сугробы не такие высокие. Знаете, вот как в Карелии, по-моему, есть такая поговорка, что лето было в этом году не очень жаркое, зато малоснежное. Или еще такая шутка, что в этом году лето было, но я в этот день работал. Знаете, у весны есть какие-то очень конкретные признаки, которые человеком улавливаются, и если угодно, они воздействуют физиологически. Это не метафоры, это абсолютно точные сведения, потому что длиняется световой день, и это оказывает абсолютно конкретные воздействия на гормональную систему человека. Мы становимся бодры, веселы, готовые к приключениям, на все самые сочные места. Лето поднимается, активность повышается, и в воздухе видает дух авантюризма. И этот запах имеет для меня совершенно конкретные очертания. Это запах теплой земли, это запах прогревающегося асфальта. Вот это именно, вот это такое вот городское, что-то городская может быть пыль, то есть когда снег начинает сходить, и уже появляется запах земли. И в перемешку с запахом талого снега возникает такая смесь, которая начнется сносить мне голову. Вот это в моем понимании запах весны, и когда это все еще накладывается на удлинение светового дня, и на временами даже пение птиц, вот тогда все, я поняла, что зима закончилась, и жизнь началась заново. И вот буквально за последние пару дней у меня в полной мере это ощущение присутствует, я ему очень рада, потому что все-таки, что там не говорить о каких-то высоких сферах, но вот простое окончание зимы способно человека приподнять, как, наверное, ничто другое. Тем более ты знаешь, что это еще не все пряники, впереди переход к лету, вот когда начнут появляться зеленые листочки, когда снег уйдет вовсе, и когда появится тепло, вот тогда мне кажется, что мое счастье будет приближаться к 100%. Чего я и вам всем желаю, будем с вами встречаться, если вы это хотите, на канале в виде всяких разных форматов, говорить на самые разные темы, отправляйте ваши вопросы, запросы, какие-то фильмы, которые вы хотели пообсудить, может быть, книги, хотя с ними, конечно, сложнее, потому что просто большее время нужно, чтобы их прочитать, и приобрести способность обсуждать, какие-то жизненные ситуации. Но я не знаю, все, что в голову придет, потому что, еще и еще раз повторяю, YouTube и интернет вообще, в принципе, дают нам шикарную возможность общаться, обмениваться своим опытом, мыслями, взглядами, ну и, собственно говоря, как и любой превосходный инструмент, его можно использовать самыми разными способами, да, то есть, ну я предлагаю использовать для расширения своего кругозора, общения, повышения настроения и всякого такого. Ну, на этом будет пока что все. С весной вас, дорогие ребята, будьте счастливы, будьте здоровы, самое главное. Давайте смотреть с оптимизмом в будущее, несмотря вот ни на что, что происходит, потому что каждый день жизни, это каждый день жизни, и, да, темужественно справляться с трудностями и не отказывать себе в простых радостях, хотя бы улыбаться и радоваться солнцу, которое все больше и больше присутствует в нашей жизни с каждым днем. На деле потом пойдет какое-то время, ну что мы будем вспоминать? Мы будем вспоминать трудности, которые мы преодолели, ну, парьеры, которые мы взяли, мы будем вспоминать те дни, когда мы были счастливы. Вот. Такие дела.